здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о хирургии но а хирургии которая называется челюстная лицевая такое вот название сразу хочется за свою челюсть подержаться и какие-то сразу не очень приятные картины в голову приходят но тем не менее такая хирургия есть и речь у нас пойдет сегодня о втором стационаре любилецкой областной больницы и в гостях у нас как рач как раз врач челюстно-лицевой хирург артур николаевич кондрат здравствуйте артами здравствуйте вот во-первых сразу такой вопрос что мы понимали хирургов даже сейчас очень много самых разных ну и как-то мы воспринимаем что хирург это вот скальпель тело такое лежит иначе там идет процесс но что-то такое есть в основном данный текущий серьезный такой так и есть да но вот у вас челюстно-лицевая история но это когда что первое что в голову приходит когда чёт зевнул токсины не может закрыть бывает же такое бывает бывает или не дай бог к это авария или еще ну или но в драке может или человек упал просто давайте так чем сегодня занимается специалист вашего направления на самом деле направление достаточно широкое вот ну грубо говоря да есть специальности в медицине которые делятся по тому что делают ну не знает он травматолог занимается травмой данным и наркомбостиолог занимается ожогами ну так есть специальности которые делятся по областям ну то есть на причине своей хирургии это вся гамма патологии которые есть грубо говоря на лице и на шее до которому могла бы быть у пациента у человека на лице и на шее и всем этим занимается один тоже специалист будь то травма будь то новообразование будь то воспалительные процессы гематома какая-нибудь ну да то есть все вот это вот это вот это ходит да я понял все вот это названное в пределах одной области да ну глава шеи да это входит в вашу что паспорт специальности да ну хорошо очень вынимаетесь в хирург да вот чтобы мы конкретно да конкретно какие примеры бывают раз так же значит нас есть экстренная часть есть скажем так плановая часть экстренной части от травмы через лицевой области и воспалительные заболевания через на лицевой области в основном да есть травма понять перелом там челюстей да и на это похоже до глазниц челюстей и соответственно всякие все различные раны и воспалительное заболевание это когда зубик был плохой болел да и потом плюс возник как это реже как стоматолог не вот если он возник этот плюс если возник именно гнойный воспалительный процесс так вам так нам если особенно разлитой вот к сожалению многие не не из простых граждан они недооценивают тяжести воспалительных заболеваний да потому что зачастую обращаются запущенные уже случаи да когда две недели пациент дом находился там терпел зубную боль грубо говоря давным возникло припухлость да и он может уже обратиться на той стадии когда поздно уже поздно поздно настолько что к сожалению он не выживает такой даже такую конечно вот поэтому вот к этому к воспалительным заболеванием нужно всегда серьезно относиться вот это экстренная часть плановая часть это очень объемная там есть и врожденные патологии развития в основном это аномалии прикуса у людей очень много аномалий практически нельзя назвать человека не то что нельзя очень очень тяжело найти человека у которого была абсолютная норма да вот по крайней мере без своих родственников не знаю сейчас все начали думать своем прикусе я-то знаю что у меня тоже неправильный прикус хотя на теле не работают до возле странных людей да но к ним уж как говорится привыкаешь но она не несет в человеческой популяции не несет скажем так значимых трагедии от этого нет существа если у собаки или у волка в дикой природе да у него было бы правильный прикус да то что он умрет с голода просто давно из нее что-то не так поэтому аномалии прикуса они в дикой природе их не так много но тут моя пятка у человека из можно с любым прикусом жить и неплохо жить и день там зарабатывать деньги да тут вы опять идете рядом со стоматологами потому что стоматологи тоже очень часто предлагают людям на разном логически значительное хирургии это вообще изначальности он патологическая специальность которая сейчас уведена в районе специальности раньше был стационарный раздел химический стоматологию а сейчас это отдельный специально как сейчас а затем кролик воздуха второго а зачем вывели ну потому что это во первых мировая тенденция на скажем так да во вторых там много скажем хирургических приемов которые позволяют выпускникам лечебного факультета этим заниматься и И для этого сейчас не обязательно быть стоматологом раз, два, вернее уже. Вот. В-третьих, ну, наверное, для развития самой науки, через лицевой хирургии, да, как прикладной медицинской дисциплины, да, вот научной составляющей для развития, дополнительно вот этот вот такой, от лечебного факультета дополнительный такой стимул в развитии, да, потому что новый специалист, новые подходы. Ну, я понимаю. Наверное, из каких-то таких соображений. Ну, если говорить честно, наверное, это еще было сделано потому, что был период в российской медицине, да, что после того, как перестал существовать Советский Союз, были, ну, определенные перестройки в обществе, да, и многих кадров не хватало тогда, и в том числе в медицине, и в том числе в честницевой хирургии. Поэтому вот эта острая нехватка кадров, она тогда заставила разрешить, ну, многим специалистам заниматься этой деятельностью, да. Ну, я так понимаю, я тоже когда-то сталкивался, я думаю, многие сталкиваются, вот, вернемся, да, там неправильный прикус, потом с носом проблемы у многих, да, вот эта знаменитая перегородка, которая... Ну, перегородкой внутренним носом в основном лор очень занимается, но наружный нос традиционно это честницевая хирургия или пластическая хирургия. Ага. Хотя многие, ну, некоторые лор-врачи в том числе тоже наружный нос занимаются. Ну, потому что от дыхания же человека многое зависит. Ну, это смежная область, поэтому там все вместе, вот. Так, что еще? Новообразование. Новообразование. Да, много опухолей в честницевой области, я не беру пока злокачественные опухоли, потому что сейчас это выведено отдельно в онкологическую помощь. Угу. Мы, скажем так... Фиксируете их и передаете, если что. Это не совсем так. Есть такая тенденция к тому, чтобы на базе узких клинических подразделений, да, например, честницевой хирургии, организовывать в том числе онкологические койки. Угу. С точки зрения порядка в оказании помощи, это как бы ничего не нарушает. Существует, скажем так, подготовленная база онкологическая в этом учреждении, да, то есть есть конкретное отделение, да, у хирургов-онкологов, которые занимаются этим направлением. Вот. Почему он на базе честницевой хирургии? Потому что, во-первых, есть всегда там дежурный врач, да, который может там основить кровотечение, да, то есть все равно есть узкий специалист, который... Знаешь, что делать в этой такой ситуации, да. Да, в какой-то экстренной ситуации. Во-вторых, реконструктивная часть, потому что одно дело удалить злокачественное, например, образование большое, а в другое дело ее пластически устранить, это возникший дефект после того, как удалили. Конечно, вот эта реконструктивная отрасль, она в честницевой хирургии представлена зачастую больше, чем в онкологии. Вот. Поэтому вот такое тесное сотрудничество в рамках одного подразделения, оно идет на пользу больным. А вот это все папилломы, вот образование, это же папилломы тоже образования. Да, ну, многие там родинки, например, которые, они же бывают тоже разные. Ну, в том же нос тоже иногда бывает, и человек, особенно если девушка, да, страдает. Вот это сфера вашей деятельности, или это все-таки уже ближе к косметологам и ближе... То есть это крупные образования, да, кожные образования, они, безусловно, хирургам удаляются. И, например, если это настолько крупные, что еще не нужно пластиковый дефект проводить так, чтобы человек остался внешне привлекательным, да, чтобы все у него как бы сохранилось, не возникло никакого дефекта эстетического, то это, конечно, тоже наша помощь лицевого хирурга. Хорошо. Но это лицевой или пластический, то есть... То есть лицевая хирургия, да. То есть человек... И не нужно пластическую... Ну, мы же знаете всю эту историю, что вот мне нужен пластический хирург, я хочу горбинку, вот это вот срезы там... Ну, если брать паспорт специальности, который сейчас существует, то в рамках челюстницевой хирургии, в том числе и патологии, которые традиционно рассматриваются в рамках пластической хирургии на лице, да, и на шее, они тоже вполне себе могут реализовываться, да, вот, потому что, ну, любые, возьмем там, возрастные изменения, да, птоз мягких тканей, да, морщины, птоз, возникли они... Человек с этим родился? Нет. Они возникли когда? На определенном этапе жизни. Почему? Ну, потому что есть гравитация, да, например, да, потому что есть естественный процесс старения, да. Это приобретенное? Приобретенное. Оно создает какой-то дефект, это внешность человека поменялась, да, поменялась настолько, что он, например, хочет это устранить. То есть возникла деформация, да, его лица, которая была у него когда-то. По сути, это что? Приобретенная деформация? Это... Ну, то есть мы совершенно никуда не отступаем, поэтому в рамках нашей челюстницевой хирургии это тоже вполне себе выполнимые манипуляции, в том числе и по изменению возникших возрастных деформаций. Понятно, что это есть основное направление, да, но если пластических руки, это что такое, ну, в общепринятом? Это нечто, то, что оказывает платные услуги, да, это там, где люди оставляют свои деньги, а врачи, соответственно, их там улучшают, омолаживают, делают там тюнинг и так далее, да. Вот, то мы все-таки ориентированы больше на заболевание. То есть человек пришел больной, да, пациент, даже... Ну, он приходит, говорит... Если там он больше клиентов, здесь у нас больше пациентов, скажем так. Он пришел к вам, пациент, у которого природный нос, давайте возьмем нос такой, нормальный нос, но вот у него родинка, она нормальная обычно, так вот он родился. Вот он хочет ее удалить. Да, он может ее удалить. Вы будете ее удалять или вы отправите, посоветуйте, что не нужно ее удалять, что нормально? Ну, нам нужно вообще, так если говорить, к родинкам ближе, да, то есть мы говорим, что о пятне, да, на коже, вот. Ну, наверное, в первую очередь нам нужно будет... Изучить вот это. Изучить это, да, как минимум какой-то первичный скрининг, да, в виде там цитологического исследования, отпечатка, например, взять, да, вот. И дерматископия, наверное, тоже желательно ее тоже выполнить для того, чтобы понимать о том, что с этим делать. Если все хорошо. Большинство этих каких-то небольших образований, да, их все-таки желательно, наверное, лечить там с применением лазера, да, для того, чтобы у нас наш эстетический эффект был более достигнут. Конкретно вот к такому варианту, как вот вы говорили, там, хирург, скальпель, пациент, и тело лежит, к такому варианту не часто приходится, ну, приходить, да, если мы говорим о, там, пигментных пятнах носа, вот, то их, конечно... То есть такая точечная работа. Точечная работа, да. Если мы имеем какой-то гигантский нейлос, понятно, да, пигмент, то, естественно, там, и что-то такое, или какой-то, бог с ним, с нейлосами, да, крупное, хоть новообразование кожное, большая, там, герта папиллома, которая, там, действительно требует хирургического лечения, после удаления большой дефект возникает, это, конечно, хирургический эффект. Но если у человека вы проверили, нормально эта родинка вполне нормально, то вы как советуете ее не трогать, да? Почему? Нет, ну, если она ему эстетический эффект приносит, и она находится в том месте, в котором он постоянно ее чешет, раздражает, то, ну, наверное, ее действительно стоит удалить. То есть вы можете ее удалить? Не будете отправлять его к косметологу говорить, что... Ну, небольшая... Ну, лично я небольшими образованиями не занимаюсь. У меня есть человек, который занимается лазерной хирургией, и я стараюсь к нему отправлять такого рода пациентов, ну, потому что нет... Я понял. Ну, мы сейчас, кстати, о ваших коллегах, кто работает, поговорим. Напомню, что у нас в гостях врач-челюстно-лицевой хирург 2-го стационара Люберецкой областной больницы Артур Николаевич Кондрат. И во второй части продолжим. Дождитесь. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Врач-челюстно-лицевой хирург 2-го стационара Люберецкой областной больницы находится здесь у нас Артур Николаевич Кондрат. И, как я и обещал, кто сегодня приходит в эту профессию, как на неё учат, и кто конкретно в вашем втором стационаре? Вы один или двое у вас, или трое? Так, начинаем по порядку. Да. Кто приходит? Ну, сейчас в челюстно-лицевую хирургию, чтобы попасть, для того, чтобы в ординатуру попасть по челюстно-лицевой хирургии. Сейчас только таким образом получается эта специальность. Человек должен быть выпускником или стоматологического факультета, или лечебного факультета. Ну, и, соответственно, иметь соответствующую аккредитацию. Оба этих контингента, ребята, они поступают, обучаются, и, пройдя ординатуру по челюстно-лицевой хирургии, они могут работать врачом, челюстно-лицевым хирургом. Кто работает у нас в отделении, хорошие доктора, которые нацелены на перспективу, на развитие. Я первичный из федерального учреждения, и здесь, скажем так, активно помогаю этому отделению развиваться. Оперирую в отдельные дни пока что. Но тот коллектив, который есть, он с амбициями своими, и, соответственно, я думаю, что перспектива неплохая. То есть, немножко с этим еще поработать нам нужно будет, и мы перейдем, может быть, на другой уровень, когда мы сможем не просто говорить о отделении в рамках вот этого второго стационара, а уже более какой-то у нас будет, может быть, крупное подразделение по патологии головы и шеи, в котором на более серьезном, близком к федеральному уровню у нас будет вестись прием, будет, соответственно, оказываться помощь пациентам, потому что в Московской области, в принципе, в России есть дефицит по этой специальности, скажем так. То есть, есть города крупные, где, наоборот, перебор, а есть много-много-много других городов. Где я не знаю, что такая специальность есть. Где большой дефицит, и вот за счет того, что у нас вот такая очень контрастная картинка, получается, в целом, в общем, дефицит. То есть, в принципе, по стране много пациентов можно найти, которым эта помощь необходимо оказать, да. Вот, и в Московской области такая же картина, что, собственно, нас заставило в этом направлении думать. Потому что пациентам с патологией головы и шеи, их, как бы, или им бывает, они, там, скажем так, какая-то плановая помощь, она слишком, может быть, долгий период ожидания, да, когда они ждут своей плановой операции, мы можем их вполне лечить. Или, может быть, их где-то не удовлетворяет качество, им что-то можно более качественное оказывать. То есть, есть над чем работать. Понятно. Кстати, вернусь к шее, как-то мы все про голову, про голову. А ведь шея известна своими вот тоже новообразованиями всевозможными. Иногда у людей прямо что-то вот такое вырастает, и которые, наверное, удалять уже нельзя. То есть, шея такое вот, ну, место, да, в человеческой коже или вот, ну, как, в человеческой анатомии, тоже довольно обильно на всевозможные нехорошие образования. Это так? Ну, конечно, это сложная, скажем так, топографическая область, да. Не всегда видно, не всегда сразу чувствуешь. Ну, из особенностей, что там слои, да, то есть, если мы говорим о, не знаю, брюшной полости, да, там все более-менее анатомично, да. То есть, ты видишь орган, ты, ну, например, как в атласе нарисован, вот такой он тебе и орган, там, да, условно говоря, да. Как вот тебе в институте стены анатомии показали, ну, плюс-минус, вот он такой же будет живой человек. Что касается шеи, там, как вот взять много-много ролл, да, там, свернул, вот, или там много, там, пакетов друг на друга наложить. То есть, каждый слой кожа, подкожная клетчатка, фасции, платизма, да, еще фасции и так далее, и так далее, и так далее. Там есть разные классификации, там пошивкунерки. Так, слои почвы, да, да, да. Вот, и получается, что вот такая послойная структура, она что тебе не дает? Ты пока один слой не открываешь, ты не знаешь, что поднимешь. Следующий открываешь, следующий подним. То есть, у тебя все анатомические образования, они вот так вот послойно располагаются. Как бы спрятаны немножко. Они как бы спрятаны, и ты не видишь их наглядно, как бы ты увидел их, например, в брюшную полость. С точки зрения ориентировки в операционной ранее, это зачастую у, ну, по крайней мере, специалистов, которые не работают с шеей, иногда трудности возникают, да. То есть, если общий хирург, по какой-то причине ему нужен, ну, понятно, не всякий, есть много грамотных людей, я не в этом плане, вот. Но, тем не менее, часто бывают ситуации, когда вот человек с этим незнакомым, если он там с шеей работает, то он может немножко там позатрудняться, да. Вот, там могут быть такие нюансы. То есть, к вопросу о трудности шеи. А так, да, конечно, там есть лорорганы, там есть пищевод, да, оно имеет из тех областей, которые часто дают нам патологию. Вот. Есть щитовидная железа, есть сосуды, да, основной сосудный пучок, который нам голову наш питает. Вот. Вот это все, ну, там, понятно, есть мышцы кожи и так далее. Вот это все оно шею составляет. Вот. И гамма-патология, которая есть, она, собственно, этим и представлена, да. То есть, если мы говорим о образованиях, это те органы, которые я перечислил, плюс вся патология лорорганов, да, это глотка гортани, вот, плюс... Кадык. Кадык, да. Вот. Плюс с нашей стороны это в основном всякие врожденные кисты свящей шеи, да, это там, сольных железного образования, вот это все-все-все, а это все вот в этой области тоже располагается и этим занимаемся. Ну, а киста в области головы и киста в области тела – это одно и то же или разное? Кисты бывают разные. Но кисты, что-то кисты. И дырка бублика, да, ну, то есть, это как, ну, это полость пустоты где-то, да. Вот, вот это означает киста, ну, дословно пузырь, цисты. Пузырь, да, да. Да, цисты. Вот, соответственно, они могут разного происхождения быть, просто они по форме похожи, поэтому они называются кистами. Поэтому, если мы говорим о глиальной кисте, какую-нибудь там в голове, это одно. Если мы говорим о кисте челюсти, это совсем другое, то, если там в первом случае, ну, грубо говоря, была, например, там травма или это какие-то изменения после инсульта, то там в случае с челюстью это чаще всего там воспалительного характера или это киста, она может быть следствием там опухолеподобного процесса, да, там, кератокистозная опухоль, да, там, моноциклическая миобластома, да, это уже такой, это уже опухольный процесс. Ну, голова такой орган-то сложный. Вы помните, как тут года три, наверное, назад пытались, сейчас для слабонервных можете отойти на некоторое телевидение, там, пришить голову кому-то пытались, что якобы это уже возможно, а на самом деле у нас пока такого варианта не может быть, но насколько челюстно-лицевой хирург влияет, ну, например, на какую-то мозговую работу, на работу глаз, или всё-таки речь идёт только о коробке? Ну, так, мы говорим о работе глаз, да, влияет, ну, например, да, у нас есть такие, скажем так, пациенты, да, с травмой глазниц или с деформацией посттравматическими глазницами, ещё, ну, бывает деформации, там, другого плана, ну, с глазницами, там, немножко, там, если это не посттравматическая деформация, там, немножко другой, такой есть нюансы, да, там, те же орбитальные дистопии, их там крайне редко, когда оперируешь саму глазницу, там, да, или там гипертеларизм тоже его в взрослом состоянии оперировать, это неправильно, как бы не совсем правильно, вот. Ну, грубо говоря, вот эти, допустим, первые две, это травмы и посттравматическая деформация, да, они зачастую сопровождаются, они зачастую сопровождаются изменением положения глазного яблока, да, плюс они могут в том числе сочетаться с травмой и дисфункцией экстракулярных мышц, ну, мышц, которые нам глазное яблоко двигают, да, вот, и тогда работа с этим тоже всё ведётся, или есть, ну, экстракуляр, понятно, там, вместе с офтальмологом, ну, да, совместная работа, да, вот, может сочетаться с травмой самого глазного яблока тоже может, да, такое, вот, поэтому такими функциональными вещами тоже, естественно, занимаемся. А вот эта страшная тоже фраза, а перелом черепа там или ещё что-нибудь, это что же к вам? Ну, если череп сломался, если там не перелом основания черепа, это всё-таки эндрохирургическая область, да. Ну, как-то теперь вас могут там позвать для какой-нибудь консультации, если что, да, как это положено врачам? Ну, конечно, ну, конечно, у нас же смысл в чём, что область одна, да, а специалистов много, поэтому мы должны, и мы с нами самим, это приятно, да, общаться между собой, да, и, соответственно, помогать с разными сторонами подходить. Помогать друг другу и принимать ответственные решения, и по конкретному пациенту, да, и выбирать правильно тактику, поэтому, ну, вообще, нормальной медицинской организации... Так и должно. Так и должно быть, и там коллегиальное решение принимает, потому что одному, ну, когда решается судьба человека, да, достаточно тяжело порой одному человеку принять в этом решение, да, согласен, согласен. Поэтому всегда должно быть коллегиальный труд в этом плане. И ещё оборудование, вот, оно какое-то, ну, мы точно уже знаем, что сегодня скальпель не все хирурги даже им владеют, как, потому что настолько далеко уже идёт прогресс, я имею в виду, когда там какие-нибудь на животе операции проходят и так далее. А какое оборудование у вас обеспечено ли вы этим оборудованием, и что с медикаментами именно вот по вашему направлению? Ну, те операции, которые мы делаем уже сейчас, они обеспечены. Те операции, на которых мы, ну, здесь я имею в виду в рамках второго стационара, предполагаем их дальше развивать и новые направления открывать, у нас есть чем заняться. Для этого мы, естественно, также мечтаем о том, что появится и для этого оборудование. Это наши мечты, я думаю, сбудутся, потому что у нас есть общение с нашей администрацией, это общение, оно плодотворное. И настрой на развитие этого подразделения, этого направления... Глобальный. Глобальный, он позитивный и глобальный, вот поэтому... Я так понимаю, что вы к нам еще придете, когда уже будет расширение, когда у вас будут уже такие... Ну, я не хочу сейчас, как бы, загадывать вперед. Поэтому я, поэтому... Как человек говорит, мы вас услышали. Но, тем не менее, есть, да, вообще, как таковое специальное оборудование, если брать вообще это направление, да? Да, есть, конечно. Которое уже помогает врачу решать какие-то проблемы. Да? Не руками же он там все вставляет. Я даже скажу, что немножко так завесу приоткрывая, да, если, ну, мы, по крайней мере, нашли одно, один некий прибор, который нам позволит, непосредственно, допустим, проведя ту же операцию по исправлению прикуса, это, ну, прикус это так условно мы говорим, да, а если говорить с точки зрения хирургии, это нужно очень много мест распилить, очень много мест соединить. То есть это такая большая реконструктивная операция на лицовом скелете. Это как бы серьезная затея. Вот. И этот прибор нам позволяет, сразу закончив операцию, не выводя человека из наркоза, сделать ему компьютер-томографию, увидеть это в такой 3D-реконструкции, как это все выглядит, и мы сразу понимаем, мы все сделали или не все, потому что именно это составляет зачастую сложности, потому что какие-то нюансы, которые нужно доделать, переделать и так далее, они выявляются не непосредственно в интероперационной, а там, в следующий день и так далее. Это уже вторая операция, третья и так далее. Ну, чтобы не быть скульптором, так ли? Чтобы не быть скульптором, да. То есть я почему это говорю, что этот аппарат, он нам позволит такими оценивать непосредственно в операционной, и это будет в каком-то смысле уникально, потому что, ну, я примерно знаю, в каких учреждениях в Москве, и не только в Москве, да, как, что плюс-минус устроено, да, ну, вроде такого пока нигде нет. Поэтому что ж, может быть, даже на такой уникальный уровень поднимемся. Ну, будем надеяться, по крайней мере, видите, мы же не зря позвали вас на программу, программа у нас такая, хороший талисман, будем надеяться, что так и будет, и вы придете к нам еще и расскажете о новых, тоже надеяться, что ваша программа талисмана. Напомню, что у нас в гостях сегодня был Артур Николаевич Кондрат, врач-челюстно-лицевой хирург, второго стационара Люберецкой областной больницы, так что вот есть такая специальность, мы пытались сегодня более подробно о ней рассказать. Вам успехов на всех ваших направлениях, коллектива успехов, ну, а нам всем здоровья, как мы обычно говорим в финале наших медицинских выпусков. С вами был Николай Пивненко в программе «Открытый диалог». До свидания.